Гасан, расскажи, пожалуйста, что ты делаешь в аэропорту, какие планы у тебя? Сейчас мы летим в Москву на отбор Спартак Москва. Мы ждем своего самолета. Когда мы приедем, мы заселимся в номер. Завтра у нас в 16.30 будет тренировка. После этого мы идем на ужин. Как оцениваешь вообще свои способности, возможности? Какие ожидания у тебя тренировочного процесса? Ну, попасть в Спартак Москва, чтобы они меня приглашали. Сейчас мы еще ждем гусейного Гусейна, который к нам присоединится. И нас ждет морозная Москва, да, Гасан? Да. Подписчикам что передашь? Не сдавайтесь, идите к своей цели. А еще самое главное что? Подпишитесь на канал. Контент будет огненный, нет, Гасан? Да. Осенчик, салам алейкум. Валик, салам. Как настроение? Отличное. Так, Гасан у нас поделился уже тем, куда мы собираемся, для чего мы собираемся. Давайте тоже расскажи, какие у нас планы. Мы едем в Москву, получать опыт в команде Спартак. Молодец. Скажи, пожалуйста, как оцениваешь свою готовность, чего ждешь от этого цикла? Ну, надеюсь, все пройдет хорошо. Что передашь подписчикам? Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Этот не сдается, этот не сдается, маленький индейец. Ты знаешь, Гусей, что там погода минус 15, сейчас в Москве очень холодно, да? Да. А мы сами живем на юге или на севере? На юге. На юге? Да. На юге бывает жарко, нет? Да. Что мы должны будем делать в Москве? Что мы должны устроить? Жару. Жару. Тигры, тигры, тигры. Гусей, получается? Сил надо набрать, чтобы самолет толкать даже хорошо. Гасан, ну что, как долетели? Отлично. Все было нормально. Сейчас едем в гостиницу на ужин. Гасан отвечает за контент. Сегодня я уеду, а завтра присоединяюсь. Да. Гасан, как погода? Отличная. Москва радует. Хорошая погодочка. Ну вы сами посмотрите. Было очень холодно. Мы привезли сюда жару, как и обещали. Нет, Гасан? Да. Потеплело сразу. Сейчас вот посмотрите. Вот из такого мы должны убрать этот пар. Растает этот лед, да, Гасан? Да. Покушать бы, нет, Гасан? Ну, Усманыч. Конечно же, Burger King. Ау! Ау, Burger King. Нет? Э, Гусейн куда-то соскочил, Гасан. Да, к бабушке пирожки. К бабушке поехал. Нет, сейчас у него там хинька, сушеное мясо. Ау, нет, Гасан? Да. А мы сейчас будем учиться на Мурада Магомедовича еде. Ты знаешь, Магомедовича еда на выездах какая? Нет. Роллтонный. Салам передавай Магомедовичу. Салам алейкум, Мурад Магомедович. А ты видел, Мусаевич, Иисус сегодня, какой гол забил? Нет. Не видел? Я тебе потом покажу, как мы доедем. Принял в одно касание, как мастер в штрафной площади. И левой ногой в дальнюю, как положил. Ну, вы тоже не исключение. Да, это не, Мусаевич, ты меня зачем с ним сравниваешь? Ты что, Гасан? Я же профессор Гасан. Мусаевич, когда я играл, Мусаевич ходил, билеты искал, как попасть на матч. Не мог попасть. Все, мы едем сейчас куда? В гостиницу. А по дороге? Бургер Кинг. Ау. Гасан здесь что-то мутит. Гасан, что мутишь ты? Усманы, что заказать? Нет, заказать я тоже могу, Гасан. Платить будешь ты платить? Есть у тебя наличка, да? Да. Не, мы подождем, Гасан, пока ты заиграешь. Хорошо. Потом я сам буду тебе говорить, что надо заказать. Хорошо? Гасан, еще раз, салам алейкум. Алейкум, салам. Ну что, заселились, как все прошло, рассказывай, как добрались до гостиницы. Все отлично было. Зашли в Бургер Кинг, заказали и пришли сюда, покушали и заселились в номер. Да. Спать не хочешь, не устал? Устал. Да, сейчас мы будем отдыхать. Давай, расскажи, что мы будем делать завтра. Завтра мы утром идем на разминку. А где будет проходить у нас разминка? В тренажерном зале. Да, мы завтра пойдем, чуть прокачаемся, легко на беговой дорожечке побегаем. Потом поиграем в снежки, да? А, да. Да, и потом будем готовиться к обеду и к тренировке. В 16.30 у нас завтра тренировочка. К сожалению, сегодня нет с нами Гусейна. Он уехал к бабуле. Решил отдохнуть перед тяжелыми тренировочками. Касан, как в целом условия, гостиница? Ты, по-моему, здесь уже не первый раз, да? Да, уже третий раз. Все отлично. Третий даже раз? Да, третий раз, молодец. Ну, первые два раза, наверное, не такое огромное удовольствие испытал от турниров. Сейчас, я думаю, ты продемонстрируешь себя наилучшей красе, да? Да. Будешь блистать, спартаковец. Ты знаешь хоть одного футболиста, известного Спартака в прошлом, можно, действующего? Нет. Ни одного футболиста Спартака не знаешь? Как не знаешь? Ты вообще российских футболистов знаешь? Ну, несколько знаю. А ну, скажи, кого знаешь? Шапи Сулейманов, Аршавин, Дзюба. Ну, вот Дзюба раньше играл в Спартаке. А, да? Да, а действующего футболиста Спартака хотя бы одного, Гасан. Ну, давай, ты должен назвать хотя бы одного действующего футболиста Спартака. Так, так, стынно. Ну? Не знаю. Не знаешь? Эх, ты... Ну, ничего, я думаю, я думаю, завтра в зале звезд московского Спартака в музее ты прочитаешь, увидишь много фамилий. Игроков 20 узнаю, наверное. А? Игроков 20, наверное, я там не знаю. Игроков 20 знаешь? Узнаю. Не, не в которой в твоей команде будут. Не, я понял, там прочитают. Да, 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 да. Раньше, кто в прошлом играл за Спартак. Вот. Так что у нас еще много-много интересного. Мы не только будем тренироваться с Академией Московского Спартака, но и посетим много-много-много спортивных, именно футбольных локаций. Поэтому, зрители, пишите, пожалуйста, в комментариях, кто знает в Москве классные футбольные локации. Там тренажеры, может, какие-то есть футбольные, где можно отработать, протестировать свои навыки. Там еще что-нибудь интересное. Мы обязательно их посетим. Мы посетим и отснимем там выпуск, да, Гасан? Давай, Гасан, если это видео наберет у нас 200 лайков, да, 200 лайков, мы будем снимать ежедневно дневник с утра и прям до сна. Что мы делали, тренировку снимать, в общем, как у нас проходит день, что такое просмотры Московской Академии и вообще в целом, чтобы можно было посмотреть, ознакомиться. Москву покажем вам. Москву многие видели, Гасан, ты Москвой никого не удивишь уже. Футбол надо показать, футбол. Так что давай, Гасан, я думаю, подытожим. Прощайся с нашей аудиторией, с нашими болельщиками, передай маунтбойзовцам все, что хочешь передать. Желаю вам всего наилучшего и, конечно же, самое главное, подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Гасан, мы футболисты или блогеры, скажи, да, мне. Блогеры. Блогеры. 200 лайков надо. 200 лайков и будет ежедневный выпуск передачи «Уехали в Спартак», да? Да. Все. Рубрика называется. Рубрика «Уехали в Спартак», да же? Да. Представь, мы 6 дней можем просто бешеный контент людям давать, нет? Да. А всего лишь нужно... Поставить 200 лайков. 200 лайков. Ну, так как ты таким лицом просишь, Гасан, никогда нам 50 лайков не поставят. А ну, давай, сделай, Гасан, убеди аудиторию, чтобы они сделали это. Ну, поставьте 200 лайков. Ну, так, 3 не поставят. Давай, Гасан. Ну, поставьте 200 лайков. Все, я думаю, мы пробьем это, Гасан, нет? Да. Давай, прощайся со всеми. Всем ашаламалейку. Да, на самом деле, ребятки совсем еще юные. И пока еще, наверное, в полной мере не осознают то, что их ждет, что такое просмотры. В Московской академии. Я помню, в нашем детстве с Избирбаша уехать в Махачкалу потренироваться, это было там за счастье. Поэтому будем держать вас в курсе, как наши ребятишки себя проявляют. Постараюсь отснять интервью с главным тренером Академии «Спартак» 2014 года. Получить от него обратную такую откровенную связь, чтобы понимать, на каком уровне наши футболисты, над чем нам дальше работать. Чтобы мы уже приезжали, не только в «Спартак», а вообще в любую другую академию. Было нас, чтобы не два человека, а пять-шесть человек. Кстати, пока не буду заглядывать сильно вперед. Что ты говоришь? Тебя слышат, ты говори. Что ты говоришь? Это что, 200? Ты можешь даже в камеру не заходить, ты можешь говорить. У тебя вот петлючка на тебе. Лайки, ставьте, лайки, лайки. Вот, у нас на старте еще двое мальчишек, которые по весне, иншаллах, если мы будем живы-здоровы в Академию «Краснодар». Гасан со своими лайками. Ну, поставьте этому тигру 200 лайков. У нас задача набрать 200 лайков. Поэтому, всем, кто искренне переживает за мальчишек, вообще, я откровенно благодарен. Следите за новостями. Как Гасан говорит, 200 лайков. Вот так даже. Там как еще было, Гасан? Колокольчик, да? Колокольчик, подписаться и подписка. Очень устали мы, к сожалению. Сегодня такой тяжелый буржный лед, тоже и погода. Утром у нас, кстати, сегодня тоже игра была на зимнем перистине. Мы в школе Маркарова играли с Динамом Махачкала. Игра тоже непростая была. Поэтому, в целом, в принципе, все хорошо. Аль-хамбулляр, живы-здоровы. Пойдем мы отдыхать. Всем саламу алейкум. Завтра с утра будем снимать, просто пушечный контент будем снимать. Но выкладывать будем, если это видео наберет 200 лайков. Спокойной ночи всем. Ассаламу алейкум.